Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня я решил записать такое видео, в общем-то, ни о чем Но, может быть, и о чем Выскажу такое Своё мнение Не знаю, мнения какие-то расскажу Какие-то, может быть, истории жизненные О том, что сейчас происходит Ну и вообще, некий, опять же, такой репортаж с колёс Почему с колёс? Потому что, наверное, большую часть своей жизни Ну, не большую часть Большую часть, скажем так Своей жизни мы проводим на колёсах По крайней мере, я Это на работу, с работы Ещё куда-то поехать Вот И, в общем-то, и времени-то нету Единственное, что едешь в машине И можешь рассказывать О чём-то, о чём-то говорить Более-менее спокойно Никто тебя не тронет Ну, за исключением, конечно, милиции Которая может тебя остановить И чё-нибудь Чё-нибудь потребовать Начался сегодня день поездки на почту Получил я часы О которых Говорил Решил я попробовать Часы посмотреть Shark Это очень такой известный бренд У них, в общем-то, хорошие механизмы Хорошее исполнение Качественное Они достаточно дорогие Я взял себе часы Это Shark Army Которая, ну, немножко упрощённая Но, тем не менее, достаточно качественная Это вы посмотрите Уже непосредственно При обзоре Постараюсь Совместить Видео и звук Чтобы вы были, как бы, присутствовали со мной Прямо при поездке Но Есть небольшие сложности Видеорегистратор пишет по пять минут Потом Запоминает файл И минуты Секунды, вернее Три-четыре Они пропускаются Ну, ладно Что-нибудь придумаем Так Нам нужно проскочить Ну, мы практически проскочили Далее Получил я Ручку Джинхау Такая своеобразная ручка Которую я тоже говорил Предварительно Вот в подкастах О Скажем так Вот из серии Опять с колес Который был Первый подкаст с колес Зрители у меня говорили Что надо подробнее было Дело в том Что, опять же Все упирается во время Было очень мало времени Поэтому Надо было Быстро заснять Что Вот я получил Такие ручки И, собственно В этот же день Я отдал Это человеку Он долго ждал Страшно радовался Обратите внимание Шариковая ручка Производителя МБ У него своеобразный Стержень Он с резьбой Мы, когда заказывали Эту ручку Вот С моим Приятелем На это дело Пока не обратили Внимания Но вот сейчас При нем возник вопрос О сменных стержнях И вот придется Ему искать Потому что Такое, я говорю Своеобразное Такое стержень С резьбой Которая навичивается Прямо в ручку Внутри Вот Еще у меня Зрители Спрашивали По поводу Или не спрашивали А советовали Больше внимания Уделять фидерам И перьям Я Замечания понял И, в общем-то Будем На это уделять Время Есть мысль Сделать Такой небольшой Фильм Ну, не фильм А несколько Такой, скажем Ролик, наверное Как работает Простейшая Чернильная ручка Я полазил По сети В общем-то Везде Есть фильмы О производстве ручек Но вот пока Не нашел Фильм О том Как работает ручка Поэтому Хочется Вот выпустить Такой Ну, буквально Такой Простейший Совершенно Ролик В котором Принцип действия Чернильной ручки Я попытаюсь Объяснить Это вот В планах Таких Все опять же Упирается Во время Ну, будем искать Изыскивать время Если это интересно И самому интересно Сам уже понял В общем-то Как работает Все это дело Но Посмотрим Сделаем Мы это интересно Или нет Постараюсь Часы Вот эти вот Показать Уже Со всем Своим Инструментарием Которые я заказал И которые В общем-то Наверное Пригодятся И будет Немножко Такой Более качественный Обзор Прямо Сразу Некие параметры Будем выдавать Будет Наверное Тоже интересно Это постараюсь В ближайшее время Так Что из планов Еще Что из планов Еще Ну Пока что Вроде Таких Крупных Громадных Планов И нет Особо Расположились У нас Дианек и милиционеры На подхвате Кого они ловят Непонятно Не знаю Видно вам Или нет Вот это наш Перекресток Который Все время Собирает Кучу народу Ну Слава Богу Вот зеленые Проскочим Нет Посмотрим А теперь Не знаю О неком настроении Может быть Поговорить Если это вам интересно Вот В общем-то Планы я рассказал Кому Дальше Уже Можно в принципе Перематывать Выключать Потому что дальше Будет такая Одна болтология В общем-то О настроении О неких Состояниях Души Если интересно То слушайте Если нет То в общем-то Можно выключать На этом Такая деловая часть Закончилась Начинается Уже Скажем так Речевая Хотелось просто Чтобы говорить Но это Попытаюсь Скажем Сделать так Как будто бы Я говорю О подкастах Кстати В свое время Делались Подкасты Мною И моими Друзьями Если кому интересно Дам ссылочки На Эти ресурсы На которых Они еще пока Лежат К сожалению Основным Подкаст-сервисом У нас был Арпот Но он К сожалению К моему По крайней мере Закончился Его Возглавлял В свое время Василий Стрельников Сейчас он Этим не занимается Сайтом И сайт В общем-то Потихонечку Умер Хотя Скажу Честно Что Сайт Был Хороший Хорош тем Что В общем-то Много С многими людьми Я познакомился Как раз Познакомился С теми С которыми Я делал Еще подкасты Ну и просто С хорошими людьми По всему свету Причем Это такой Некий Международный Международная Такая Тусовка была Нет Связи-то остались Но сайта К сожалению Нету Ну и в общем-то И ладно И хорошо Есть еще другие Сайты Вот например Под.фм Но там Немножко Ну немножко Другая политика Самого сайта Немножко другие Требования Отношения Ну я дам Ссылочку Кстати Вот на нем Только пока и остались Как и мое личное Творчество Так и Творчество наше Совместное Жалко Что Закончился Тоже наш Такой подкаст Об армии Это Мы ввели его С МИКом Достаточно Интересно Пользовался Популярностью Но вот Опять же Все Говорю Закончилось Отсутствием Времени Поэтому Он так Потихонечку И Затих Хотя Есть надежда Что Все Вернется Потому что Есть много Тем По армии Которые Можно Обсудить О которых Можно Рассказать Ну будем Ждать Будем Ждать В этом Опять же В подкастах Есть и Мое личное Творчество Опять же С моими Друзьями И знакомыми Мы там Уступаем Ссылочки Я дам Если кому Это интересно Посмотрит Ну подкаст Это такое Своеобразное Такое Произведение Которое надо Слушать Это В формате В общем-то МП3 Это что-то Типа радио Но как Говорит Василий Стрельников Еще лучше Достаточно Интересная Тема Поднимается И Люди Рассказывают О себе Обо всем Все это Лежит В таком доступе Можно послушать Можно выбрать Можно Составить Своё мнение Опять же Обсудить Ну да ладно Это вот Одна из тем Таких И сейчас Вот Такой Появился Я смотрю Уже много Появилось Уже таких Вариантов Как Видеоподкастинг Ну это Это я Как бы так Обозвал Видеоподкастинг На самом деле Это просто На звук Накладывается Видео Которое В общем-то О чем-то Говорит Соответствует Видеозвуку Или нет Ну По-разному Сейчас просто Вот я попытаюсь Пока доеду До работы Я попытаюсь Вам что-то Рассказать Это вот Такая моя дорога До работы Кто узнает Эти места Тот Пусть знает Как я еду На работу Каждый день Сегодня Я еду Чуть позже Поскольку Я сегодня Дежурю Есть у нас Такая Традиция Дежурить Это то есть Дежурный Приходит В 11 А уходит В 9 Вечера Для чего Это Ну в общем-то Поскольку Мы связаны С продажами С клиентами Ну не мы Лично Мы такое Подразделение Обеспечения И клиенты Ходят Ну пока Свободное время С работы Приходят Поэтому Все наши Продавцы Работают В режиме Там до 9 Ну посменно Естественно И суббота Воскресенье Все Работают Поскольку Основные Покупатели Как раз Приходят И в выходные И в субботу И в воскресенье Ну в общем-то Понять можно Ну и Раньше Скажем так Прихода к 11 Такого не было Но Сейчас вот сделали В общем Достаточно приятно Можно выспаться Хорошо Правда Приходится Задерживаться Ну Как говорится В каждой Бочке Меда Есть ложка Дегтя Вот Если вы видите У нас Кстати Плакатик Метро растет На котором Уже Третий год По-моему Переделывается Цифра Когда они Его будут сдавать Ну надеемся Просто Я понимаю Конечно Что это дело Такое Метро И всякие Там сточные воды И глубина Там залегания И все такое Прочее Конечно Они пытались Это все делать В пятнадцатом году Но сейчас Уже исправлено На шестнадцатый год Будем ждать Поскольку это очень удобно Практически У меня рядом с домом Будет тогда уже метро Можно будет Если вдруг Немножко Скажем так Выпил Чаю Лишнего Можно будет Сесть на метро И доехать До работы Так О чем я говорил А видео А видео Подкастинг Ну не знаю Короче Такой способ Передачи Своих мыслей Своих настроений Появился Попробуем И мы С этим Что-то Сделать Сейчас Такой странный Поворот Вот как вы Посмотрите Не знаю Сейчас он сделан Да вроде сделан Не знаю Поворачиваем Вроде как Хитрый Такой поворот Вроде И поворот А вроде и не поворот Ладно Это Вопросы К нашим Планировщикам Архитекторам Кто там занимается Дорогами Они В общем то Его и придумали Так Шиномонтаж Кстати надо Скоро уже Покупать Зимнюю резину И в общем Ставить Что-то никак И не соберусь Ну Погода вы видите Сама какая Плюс два Плюс три Дождь Поскольку Покупать я буду Шипованную резину Соответственно Не хочется Пока греметь Шипами по асфальту Ну ничего Я думаю В ближайшее время Уже Резиной Разживемся Кстати О погоде И о погоде И теперь о погоде Погода Вот Не знаю Нравится ли вам Такая погода Мне нравится Вот еще бы Если накрапывал Такой небольшой Дождик Было бы Вообще Хорошо Мне очень Нравится Такая погода Она Навевает На различные Мысли Особенно Вот Если помните Раньше были Такие Поездки В колхоз Очень многие Скажем Мои наверное Равесники Уже застали Эти Походы Просто вот эта погода Сейчас расскажу К чему я это рассказываю Вы сейчас поймете Как раз я поступил В институт И Только поступил Нас тут же Отправили в колхоз Ну Скажем так Рядом конечно С городом С нашим Где я учился Ну Как бы Если брать По нынешним меркам Скажем так В Подмосковье Ну это было не Подмосковье Ну чтобы вы поняли Где прежитное расстояние Ну и колхоз То есть В чем заключался Наш колхоз В том что Мы ездили Каждое утро Значит Садились в автобусы Выезжали На поля Ну Различные там То ли картошку Мы собирали То ли мы собирали Там не знаю Капусту Очень под руководством Сельскохозяйственных работников Мы занимались сбором урожая Или вот Часть Часть ребят Ездила грузить Вагоны На станции Уже непосредственно Той же самой Сельхозпродукцией Было ли это весело Ну скорее всего Не сама Сама вот эта вот работа А скорее всего После работы Когда мы Собирались После ужина Собирались Там В беседках Различные там истории Рассказывали Пели песни под гитару Интернета у нас не было Как не было Мобильных телефонов Занимались Различными всякими Делами Играли в карты Ну Пили чай И не только Вот Тем не менее Как-то существовали И вот Ну это у нас был первый курс Мы все Только знакомились И вот познакомился С девушкой Девушка была Откуда-то Сахалина По-моему Да Сахалина Имя у нее было Такое Интересное Но я не буду Говорить Пусть скажем Пусть будет Полина Вот Ну Что-то на подобии Ну это не важно Вот я с ней познакомился Возникли у нас Какие-то чувства Ну не скажу Что это была Прям такая вот Любовь-любовь Ну это время Было молодое Сколько мне было Там 18 лет Ей наверное И она была Чуть постарше Кстати Да вот И это вот Решило все Конечно Ну хотя как Решило Ладно Вот Познакомились мы с ней И конечно Ей хотелось Продолжение Некого такого Помимо различных Так общений Рассказов там Стихов Конфетно-букетные Вот эти все вещи А я в общем Был достаточно Ну как сказать Ну маленький еще был В общем-то Мне Ну где-то было страшно Да Там продолжать отношения В неком таком другом Положении Там состоянии Вот А ей этого хотелось А я как валенок Вел себя В общем-то Ну это я сейчас уже Там с высоты Уже Своего возраста Опыта Там говорю Вот И она со мной Страшно ругалась Я переживал Один раз даже Это уже потом Как бы В продолжении В продолжении Вот этой вот истории На Новый год Мы пришли Как-то в общагу Я жил В городе Там у бабушки И пришел к ней В общагу Ну все обычно На Новый год Ходили Ну как сказать В гости Ну там было интересно Там было много знакомых Много ребят приходило В общем-то Опять же Чай И все прочее И вот Мы с ней Значит там Как кто-то уехал Решили уединиться Наконец-то Ну вот сейчас Вот все Свершится Самое главное А я что-то Мы с другом Уже Чаю-то выпили много И когда Вроде как Ты на свету Еще молодой В общем-то Когда на свету Еще прыгаешь Там все нормально Под музыку скачешь Все нормально А тут Значит Свет мой погасили Все там Легли И все И У меня начались Как говорится Вертолеты Я ей говорю Подожди секунду Выскакиваю Там в коридор Там туалет Ну и в общем Выдаю Все что у меня было В запасе Более-менее Привожу себя В порядок Возвращаюсь к ней Ну Она понимает Конечно Что происходит Опять мы там Вроде как-то Что-то начинается Опять у меня начинается Только Прикрываю глаза Опять И в общем Так несколько раз В общем Как в очередной раз Я когда вернулся В комнату Ее уже не было Вот И после этого Мы с ней В общем Поругались Окончательно Ну в общем Она прервала Конечно отношения Ну что с таким Лохом делать Лох Как говорит Владимир Стреликов Это состояние души Ну и в общем Как раз И вот мы поругались Как раз Вот в такую Где-то погоду Но только Наверное Не совсем такую Это был не ноябрь Это скорее был Такой поздний октябрь Когда еще Листва еще опадает И еще такой вот дождик И я в общем Бродил по городу По городу И я в общем Бродил в гордом Одиночестве По своему городу Родному По улицам Как раз Моросил такой дождик И Сочинял стихи Да Это был такой Толчок некий Было так грустно И с одной стороны Вот Оцениваюсь сейчас Да С одной стороны Было грустно С другой стороны Было как-то Ну не знаю Приятно что ли Что Это все было В жизни И Как-то вот Вызывает Некий отклик В душе И наверное Кому-то Кому-то Наверное тоже Так Какое-то состояние Которое Ну Поэтическое Что ли Такие вот Как говорится Душа должна Трудиться Чтобы В общем Такое некое Поэтическое состояние С одной стороны С одной стороны Вроде как Сырое И мерзкое С другой стороны Что-то такое Щемящее Грудь Но Интересное И Скажем так Творческое Вот И всегда В такую погоду Я вспоминаю Вот эти вот случаи Как-то вот сразу В голове Прокручивается Это дело И вспоминаю Вот эту погоду И сейчас Наверное Вот только улыбаюсь Хотя тогда было Ну как-то вот Все-таки Грустно С тех пор Мы с ней Не разговаривали Она по-моему Через месяц Уже Из нашего Института Ушла Уехала Свой Сахалин Или куда там Она уехала Ага Это уже мне Дудукали Ну в общем Вот такая вот История Обычно Происходит Она Поздней осенью Вроде как И Не лето Это как Нет Вроде как Еще и не зима Ну такая Переходная Осень Дождик такой Листья падают Люди Хмурые ходят И все время Вспоминается Мне вот Эта История Вот с вами Поделился Подъезжаю Уже К работе Практически Уже приехал Не знаю Будет ли вам Она интересна Или нет У меня такое впечатление Что я уже Пятьсот раз Ее рассказывал Ну вот Видимо в человеке Сидит это все Никуда это не стирается И он когда Что-то напоминает Об этом Он Вспоминает И Возвращается Наверное Туда Где было Совсем другое настроение И оно соответствовало Моменту Хорошо ли это плохо Ну не знаю Наверное Хорошо Значит еще Есть какие-то В жизни Ценности Которые Не пропадают Вот Так что Вот я Закружил вам голову Хмельную Не знаю Если вам интересно Будем делать Такие Скажем так Ну не распаковки Распаковки Ума С колес Поскольку Ну бывают моменты Когда Хочется О чем-то Рассказать Но не бывает Времени Вот момент Когда едешь на работу Или едешь с работы Все это Можно Осуществить Поэтому Ставьте Что ставьте Ставьте лайки Если интересно Если интересно Не интересно Не ставьте Практически Доехал до работы Рассказал вам историю Рассказал о своих планах И До новых Встреч Пока